всем привет сегодня я расскажу как можно сделать домик для блефара своими руками для блефара не обязательно покупать сразу же террариум это можно сделать потом для первоначального жилища подойдут обычные пищевые пластиковые контейнеры у меня контейнер на 10 литров куплено в магазине Leroy Merlin за 175 рублей важно что в этом контейнере нужно сделать правильную вентиляцию вентиляцию мы делаем по бокам с этой стороны вентиляция будет проходить по верху а с с этой стороны уже вентиляция будет проходить снизу так как это проточная вентиляция так воздух будет хорошо циркулировать и ящерка будет комфортно вот как будет выглядеть итоговый вариант домика для блефара здесь все что ему нужно влажная камера домик из кокоса и поилочка для воды обратим внимание на правильную вентиляцию здесь вентиляция сделана снизу дырочки достаточно большие а с той стороны они сделаны сверху так воздух не задерживается внутри он всегда свежий и нет никаких запахов и ящерке очень комфортно такую вентиляцию можно сделать либо с помощью шуруповерта но тогда вы рискуете что контейнер у вас треснет мы лично делаем такую вентиляцию обычным гвоздем просто шляпку нагреваем на огне у нас плита газовая так что нам удобно и принципе протыкаем и вот такая вот замечательная красивая вентиляция получается я считаю что очень достойно что касается оснащение домика для блефара мы уже вам рассказывали но я повторюсь еще раз это обязательно влажная камера где угле фар будет линять она способствует отхождению линьки как вы можете заметить у нас здесь обычная салфеточка влажная камера естественно влажная поэтому она так и называется я опрыскиваю каждый день ее тут ничего затейливого нет то есть не обязательно покупать влажную камеру в зоомагазине можно купить лишь маленький пищевой лоточек и также горячим ножом вырезать отверстие и все вот и готова влажная камера ваш мою блефару будет без разницы какая это камера купленная за 500 600 рублей фирменная или же обычный пластиковый лоточек которым есть влажная бумажечка еще по домику по укрытию блефару важно чтобы было темно то есть укрытие может быть любой это может быть такой же пластмассовый контейнер только непрозрачный это может быть просто половинка кокосика то есть покупаете кокос съедаете внутренности а остальное распиливаете и делаете в блефару домик ну и конечно же мисочка с водой у нас идет на пол скажем так травка искусственная но если вы содержать будете малыша то ему необходимы будут бумажные салфетки но так как ящерка у нас уже большая и уже больше чем полгода то она у нас содержится на искусственной траве очень кстати удобно в плане уборки и смотрится очень выигрышно еще один важный момент который я не сказала это конечно же обогрев то есть мы обогреваем либо термошнуром либо термоковриком я предпочитаю термоковрики то есть термоковрик у нас вот такой на 7 ватт и мы подкладываем его вот так чтобы он занимал одну треть террариума и отлично ящерка будет в тепле и будет комфортно она будет прекрасно переваривать такой набор можно сделать за день то есть если вы решили что завтра вы поедете за ящеркой сегодня вы спокойно можете собрать такой набор единственное что вам нужно позаботиться о термоковрике что касается высоты этого контейнера то ящерки достаточно комфортно она может спокойно залазить на влажную камеру может спокойно залазить на домик место достаточно много слишком высокий контейнер тоже не надо потому что смысла в этом нет она не будет полностью использовать высоту контейнера вот этого ей достаточно главное что еще нужно запомнить это обязательно закрывайте крышку и проверяйте чтобы она плотно держалась потому что и ублифары очень любят сбегать и потом вы просто задолбаетесь их искать поэтому проверяйте обязательно крышку после кормления после того как опрыскали влажную камеру да просто лишний раз зайдите перед сном и убедитесь что все нормально потому что они могут залезть на домик на влажную камеру и просто вот так вот как она сейчас вот она будет повзрослее она спокойно если приложит силу вытолкает эту крышку и сбежит поэтому проверяйте